Всем привет! Сегодня мы сравним эпическую GoPro Hero 5 с легендарной, проверенной и классической GoPro Hero 4 Black Edition, возможности у которых примерно равны. Стоит ли поспешить в магазин и купить новую модель или остановиться на старой, проверенной, надежной версии? Ответ на все эти вопросы вы увидите прямо сейчас в честном обзоре. Кстати, вы сегодня смотрите самый сексуальный в истории обзор экшн-камеры и скоро поймете почему. Вот эту самую малышку мне предоставил один из членов команды ведущих ТОП СЕКСИ ШОУМЕН. Ссылка находится в описании, обязательно посмотрите, ребята, во! Начинаем распаковку камеры Hero 5 Black Edition. Silver, кстати, больше не будет, поэтому у нас есть только Black в наличии и других вариантов не ждите. Я думаю, что это правильная политика компании GoPro. И сейчас посмотрим, что находится внутри упаковки. Ну, ёшкин кот, вот как она выглядит на витрине, примерно так. Только сейчас она находится у меня в руках, красавица! Что у нас в комплекте, друзья? Ну вот типа все, больше ничего здесь и нет, да, но и не нужно, наверное. Самое главное, что есть аквабокс, который уже прямо вот и встроен сюда. Что мы хотели получить от новой экшн-камеры? Конечно, хотелось получить стабилизацию, чтобы все не тряслось во время записи блога, и мы это получили. Также мы хотели получить дисплей, и он уже здесь встроен, и это очень здорово, он высокого качества. Мы хотели получить стереозвук, и он здесь тоже есть, ёлки-палки, GoPro фактически творит чудеса для нас с вами. Что еще мы получили здесь? Ну, где-то в два раза большую автономность, и это немаловажно. Однако, если смотреть правде в глаза, то Sony в формате 4К снимает лучше. Ночью видит качественнее, стабилизатор у нее гораздо более плавный. Ииии, казалось бы, ёлки-палки, а не это ли главное в конечном итоге? Нет, владелец данной камеры сообщил мне, что не важно, что у Соньки самый качественный звук и картинка, ему все равно нравится GoPro. Ну, это связано с тем, что, наверное, здесь более раскрученный бренд, и владельцы айфона всегда возьмут айфон, несмотря на то, что есть более передовые технологии. Что мы сейчас делаем? Мы снимаем с заводского крепления, да хотя это даже не обязательно делать. Ну, не знаю, наверное, вот эта вот площадка используется исключительно для того в упаковке, чтобы мы могли поставить камеру, ну, как бы на штатив на первое время, я так понимаю. А вообще здесь, вот, пожалуйста, есть рамка, которая легко открывается, оп, ну, плотно, да, а так и должно быть, и достается оттуда камера, становится она голой. Никаких аквабоксов больше не будет, потому что это и есть аквабокс. Ну, вот помните, многие жалуются на то, что она трудно достается из этой рамки, да, чистая правда, со стружкой, мне кажется, каждый раз. И через какое-то время мы увидим, что края ободрались. Когда я снимаю продающие видеоролики, то очень часто использую GoPro Hero 4, потому что в ней все настроечки очень удобные, ручные, профессиональные, качественные, и мне ее очень даже хватает. Картинка здесь та же самая, 4К, 30 кадров в секунду, никаких особо улучшений, стереозвук. Ну, стереозвук, не знаю, надо ли это настолько, универсальность, да, потрясающая в воду, нырнула, вынырнула, с ней все в порядке, ничего не произойдет. В эту нужно надевать, всегда вставлять в бокс. Однако здесь, как бы, если ты ее разбил, то все хана, а здесь, если бокс сломался, ну, поменяешь бокс, да и все, нет проблем. Давайте сравнивать сразу с GoPro Hero 4 Black Edition для наглядности, то есть максимальная комплектация, в которой уже сразу встроен дисплей. И таким образом она обладает всем тем же функционалом, что и у GoPro Hero 5 со встроенным дисплеем. Разница между камерами совершенно небольшая. У них одинаковые характеристики видео. И здесь, и здесь мы получаем 4К с частотой 30 кадров в секунду, при условии, что система кодирования NTSC. Если вы поставите кодирование в систему PAL, получите 25 кадров в секунду в формате 4К. Посмотрите, по толщине они очень даже похожи, да, если бы не дисплеи, которые они умудрились всунуть внутрь того же самого мощного железа. Вы можете сейчас, кстати, наблюдать вот эти вот самые коцки, так скажем, на моей старой камере. И это дизлайк магазину Action 5, который продает аксессуары, пачкающие камеру. Я попытался это оттереть, но только краску содрал. Короче, испортили мне внешний вид моей новой практически камеры красивой. По размеру дисплея у Hero 4 даже немножко побольше, но потому что он покупной и не родной. Зато здесь родной, зато у него плохая чувствительность, а опять же минус. Давайте я просто поверчу камеру, а вы сами делайте выводы. Вот обратите внимание, что у Hero 4 есть выход под наушники. То есть мы можем контролировать звук на записи. Это очень важный момент и делает камеру более профессиональной. Смотрим, что сверху. Сверху у нас микрофон. Микрофон, соответственно, да. Здесь есть также светодиод, показывающий о том, что идет запись. Здесь он имеется, но вот как бы на уголке тоже виден. А здесь все узлы я вот эту крышечку сразу снял и выбросил, потому что она только мне мешает. Все равно пылевлагозащиты нет у камеры. А здесь есть мощная пылевлагозащита и под крышечкой, которую, кстати, очень трудно открыть. Она прям вообще капец какая тугая. Вот я давлю реально, давлю очень сильно. Она с большим трудом, но открывается. И вот, пожалуйста, неудобно, да. Особенно если мужик какой-нибудь такой здоровый с большими пальцами. Он скажет, вот ты елки-палки. Смотрим обе камеры снизу. Здесь у Black Edition мы сразу видим светодиод, который сигнализирует о том, что идет запись. А здесь мы видим примерно то же самое, как я понимаю, динамичек. Давайте-ка попробуем открыть. Тоже очень туго открывается, потому что пылевлагозащита. Герметично все. Вот, соответственно, аккумулятор. Вот, соответственно, сюда вставляется флешка. Так выглядит изнутри вся подноготная камера GoPro Hero 5. Естественно, аккумулятор от новой модели не подходит к старой и наоборот. Поэтому раскошеливайтесь, покупайте новые аккумуляторы. Сейчас мы проверим чувствительность камеры в условиях ночной съемки. Ставьте лайк, если вы хоть раз бывали на Красной площади или если хотели бы здесь побывать. Сравниваем GoPro Hero 5 со включенным стабилизатором и четверку с выключенным стабилизатором. Так, значит, стабилизация включена. Попробую пробежаться. Вот, по сути, то же самое. Вот, правду говорю. И здесь, и здесь даже оптика, на мой взгляд, одинаковая. Да она даже блик оставляет такой же. Если оптика чуть-чуть видоизменена, у нее оттенок этого самого блика становится несколько иного цвета. А здесь все одинаково. И оптика та же самая. И я почему-то даже абсолютно уверен, что та же самая стоит и матрица. Потому что снимают камеры идентично. Я не увидел никакой большой разницы. Жидко-кристаллический дисплей, это, конечно, классно. Но могли бы оставить здесь кнопочку. Ну, хотя бы квадратненькую, малюсенькую. Это же, чтобы повторяла функционал этой. Но ведь мы же уже привыкли, а вы взяли и убрали. Посмотрите внимательно еще раз на объектив. Здесь мы имеем стекло. Видите, от него бликует мой палец, да? На этом стекле отражается свет. Потом он дополнительно отражается на стекле самой линзы. Итого два отражения света в обратную сторону. Плюс отраженный свет от линзы попадает на внутреннюю часть защитного стекла. И туда-зюда бегает, получается, блики в определенных условиях. Качество дисплеев, как вы можете посмотреть, разное у обеих камер. Потому что здесь он докупной и неродной. А у Silver родной примерно идентичен с этим. По плотности пикселей и качеству картинки. Однако у Hero 5 тормозное все очень. И срабатывает не сильно хорошо. Мне не очень нравится вот это. Он плохо срабатывает, особенно в холодную погоду на улице. Здесь даже неродной дисплей хорошо. Прямо такой чувствительный весь такой, понимаете? Давайте смотреть на настройки Hero 5. Это наиболее интересно. Нажимаем кнопочку настройки. Мод. Опачки. Что мы получаем? Фото. Нажимаем еще раз. Burst. Дальше что получаем? The timelapse photo. Дальше видео. Дальше фото. Опачки. И все по кругу пошло, да? Достаточно удобное переключение режимов. Нас интересует, естественно, больше всего видео. Это не может быть нелогичным. Здесь больше всего стоит обратить внимание на удобное переключение режимов. углов обзора. Камера их сразу меняет. Я покажу вам это на съемки на улице. Для тех, до кого до сих пор не дошло, как этим пользоваться. Сейчас SuperView. Самый большой широкий угол. Не смещаясь с этого места, меняю его на White. Как видно, при помощи White картинка сильно приблизилась. Теперь попробуем использовать другие режимы. Это режим Medium. Но самый средний. Уже меньше эффект рыбьего глаза, но тем не менее он присутствует. Режим Linear. Я как будто бы приблизился, но на самом деле стою на том же самом месте. Режим Narrow уже не вмещается в кадр башня и храм. Ну то есть можно теперь делать либо вот так, приближать, показывать. Либо вот так. Смотрим, какие возможности у нас есть на 1080p. Это прогрессивный кадр. Имеется в виду p, прогрессивный кадр. Для тех, кто, кстати, не в курсе. Здесь кадры в секунду, которые мы можем выбрать. При данном режиме сразу отображаются. Мы можем выбрать 80. Опачки, выбралось, да. Мы можем задать 120 кадров в секунду для создания slow motion медленно-замедленных видео. Когда человек идет плавно или медленно падает капля воды и разбивается об асфальт. Теперь берем самый максимальный формат 4K, 4K. Я русский, поэтому я говорю 4K. В 4K мы можем позволить себе, как вы знаете, немного. 30 кадров в секунду это максимальные возможности. Также можно использовать 24 кадра в секунду. Экономить энергию и ресурсы вашего компьютера, если не позволяют больше, при монтаже тоже вполне себе подходит. На 4K у нас отключается электронная стабилизация. Вот этот перечеркнутый квадратик обозначает именно отключенную стабилизацию. Здесь у нас также отключается еще одна из функций. Это когда недостаточная освещенность. Собственно говоря, мы берем и переключаемся на тот режим, на который она больше всего рассчитана, данная камера. И имеет максимальный функционал. Это Full HD 1080p. Угол обзора Wide. Количество кадров 48 в секунду. При этом все функции работают. Как они настраиваются? Нажимаем вот сюда. И мы получаем здесь первое менюшка. Это ProTune. Профессиональные настройки. Обратите внимание, что мы их нажимаем и получаем все настройки. Обратите, чувствительности, баланса белого, аудио, включение-выключение, цвета, флат. Ой, ну что тут только нет. Сами разбирайтесь. В общем, эти все мелочи для профессионалов. Простому обывателю они не интересны. Мы убираем эту настройку, потому что в основном пользуемся автоматом. Здесь включена видеостабилизация. Когда она включена, эта вот кнопочка горит. А когда выключена, кнопочка не горит. Горшочек вари, горшочек не вари. Переходим в следующее. Auto Low Light, то есть при низкой освещенности добавляется автоматическая освещенность. Я бы эту функцию оставил постоянно включенной. Потому что думать об этом, когда камера может работать автоматически, нет никакого смысла. Ну что ж, переходим в другое подменю. А здесь его нет. Переходим в это подменю. А здесь оно есть. И мы что получаем? Здесь есть голосовое управление. Voice Control. То есть вы можете приказать камере, чтобы она начала записывать. Вы можете показать, чтобы она... Сказать ей, чтобы она начала вас фотографировать на все эти фишки. Вау! Уже давно есть в телефонах Samsung. Здесь у нас меню воспроизведения. Посмотрите, ну как плохо срабатывает реально. Плюс тормозит, когда загружается. Посмотрим хоть что-нибудь. Ну давайте вот это, например, запущу. Любое видео. Уже не вмещается в кадр башня. Хороший звук, кстати. Очень прекрасно все слышно. Либо вот так приближать, показывать. Если смотреть по весу, то GoPro Hero 5 значительно тяжелее. Скорее всего из-за начинки, из-за дисплея, из-за аквабокса, встроенного уже на саму камеру. И, ну, в принципе, больше никаких теорий у меня нет. Сравниваем качество звука и картинки. Подводя итоги, могу сказать, что если у вас уже есть GoPro Hero 4, то брать пятерку, наверное, не стоит. Преимущества невелики. Стереозвук здесь, да, но такого же качества, моно и стерео, особо разницы вы не почувствуете на видео. А что касаемо стабилизации, то здесь она цифровая. Мы можем то же самое стабилизировать и в программе. Автономность чуть-чуть повыше, но здесь много дешевых аккумуляторов. Дисплей здесь уже встроенный, но здесь тоже есть накладной и покупной. А этот дисплей, кстати, плохо чувствителен. В воде фигово срабатывает, а также на морозе очень плохо. Да вообще он какой-то слабенький, если честно, по сенсорности. По чувствительности сенсора. А так вообще картинка хорошая на нем, конечно. Количество пикселей, там хорошая плотность, все нормально. Поэтому смотрите сами, чего вам брать. Если у вас до этого была какая-то другая камера, можно взять пятерку. Она действительно удобная, универсальная. Снимать ребенка. Камеру утопил, не страшно. Поднял, продолжает работать. На сегодня это все. С вами был Евгений Донец. Вы, пожалуйста, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Скоро будут новые видео. Особенно я обожаю тех, кто делает репосты. Вам огромный отдельный респектос. Пока. До следующего. Нет денег на GoPro Hero 5? Не парься. Сядь, я тебе сказал, не парься. Вот сейчас слушай меня. Слушай. Помнишь, вот раньше была Xiaomi Wii? А сейчас есть Wii 4K. Ну, они раньше вместе были с Xiaomi. Короче, это та же самая четверочка. GoPro Hero 4. Только вот, ну, подешевле. Раз, а так в два. Поэтому бегом в магазин. Но сначала посмотри обзор. Снимает вот точно так же. Серьезно тебе говорю. Ну, вот посмотри обзор, сам убедись. Я тебе что, врать стану, что ли? Смотри обзор и бегом в магазин. Тоже мне разнылся.